Горы, ручеек и непроходимый путь к сердцу Ченетинского заказника, где основали кордон сотрудники природоохранной организации. Сюда они нередко приезжают переночевать после долгих трудовых будней, отдыхают под жужжание пчелиного роя. Три года назад Анатолий Зейбель, егерь и один из авторов турпроекта по заказнику, поставил здесь несколько ульев и решил опробовать себя в роли пасечника. Дело понравилось. Из 10 пчелосемей пасека разрослась уже до 80 на трех площадках. Для полосатых медоносцев заказник – идеальное место. Пчелы собирают нектар с дикоросов, не знающих химической обработки. Место чем хорошо? Тем, что находится вдали от ближестоящих пасек стационарных. Тем самым пчеле не приходится летать за 10 километров, искать себе цветок. Здесь по кругу все везде цветет. Видимо, от травяного изобилия пчелы здесь дружелюбные. Во время съемок никого не жалели. Да и туристов, коих тут всегда рады видеть, тоже не трогают. А между тем, отдыхающие могут принять участие в процессе добычи меда, начиная со сбора сот и заканчивая откачкой в устройстве, напоминающем центрифугу. Экологическая частота этого меда подтверждена экспертизой, но объемы далеки от промышленных. Всего около тонны в год. Сейчас на пасеке идет добыча дягеля. Также пчелы собирают пыльцу акаций и иван-чая. Сплошные лекарственные травы. При этом цены, как и пчелы, не кусаются. Килограмм меда порядка 270 рублей, что позволяет привлечь в небюджетные средства за год более 200 тысяч заработать. Часть средств идет на дополнительную оплату сотрудникам, которые задействованы в работе пасеки. Также эти средства позволяют усилить материально-техническую базу учреждения. На приобретение расходников направляются эти средства. У сотрудников природоохранной организации в планах закупить пчел разных пород и опробовать такой комплексный подход при сборе меда. Еще одна задача – открыть специальные точки по продаже таежного меда, чтобы жители родного края могли покупать экопродукт из заказника, а не сомнительного качества мед, которым, по словам специалистов, заполнены полки многих торговых точек региона. Данил Кузнецов. День с толком.